Девушки отдыхают Которые любят дам постарше И к тому же в пещере можно играть с низким разрешением Еще две консоли достались людям Ну как людям, скорее крестьянам Ибо люди больше всего жаждали графона И эти консоли имели великую власть Но все они оказались обмануты Потому что была сделана еще одна платформа В недрах роковой горы Темный властелин Гейб выковал единую платформу Подчинявшую себе все другие И в эту платформу он вложил всю любовь к бургерам и пицце К начос и к кока-колле ПК Великая платформа, способная править всеми Один за другим люди продавали темному властелину свою душу В обменной иконке Но нашлись и те, кто восстал против тьмы Есть ли смысл в их борьбе? Здравствуйте, меня зовут Дима Бейкер И сегодня мы разберемся, почему ПК-версия игры Shadow of Mordor Лучше консольных В древнем пророчестве сказано, что появится на свете четвертая плойка И узрят консольщики святой графон Но пророки были подкуплены красотой японских анимешных девочек Даже больному катарактой очевидно, что консольная версия выглядит так, будто вышла в 2003 году Это родное разрешение 640 на 480 Напоминающее мне о пожелтевшем пластике мониторов с лучевой трубкой В школе, где наш прыщавый усатый информатик с немытой головой Любил посматривать на грудастых школьниц сквозь мутные линзы своих очков А в ПК-версии графон хороший, да Вспоминается смачный бомбини Нищенок, у которых нет 6 гигабайт видеопамяти Впрочем, любой хороший комп сможет потянуть игрулю на ультрасах Главная фишка ПК-версии, которой нет на консолях, это система Nemesis В армии орков есть вертикаль власти И каждый орк, как школьник из 7-го В-класса, старается пробиться наверх Стать альфа-самцом и завоевать внимание барышень Для чего он носит портфель одноклассницам, делает им домашку и покупает для них булочки в столовой А эти сволочи предпочитают ему противного быдлона, который прогуливает уроки и стреляет недокуренные бычки у старшеклассников Простите, это личное Каждый из капитанов у руков обладает определенными особенностями, сильными и слабыми чертами, которые дают подсказку, как с ним лучше бороться Например, если один из капитанов боится карагоров, стоит вам встретить его верхом на боевом зверя Как трусливый у рук пустит коричневого шептуна и начнет удирать со всех ног Капитаны постоянно ведут борьбу за власть, и вы можете выполнять мелкие задания, чтобы помешать им стать сильнее Если вас убьет один из простых орков, то за такой подвиг он наверняка станет капитаном Если вас убьет капитан, то он мало того, что поднимется в уровне При следующей встрече еще и припомнит, что он вас снашал, как немытый гном эльфийских девок Боевая система, как в последних Бэтменах, но гораздо более бодрая и зрелищная Настоящие мужики убивают своих врагов, не то что плаксивые телки с резиновыми ушами В духе нового Томбрайдера в Мордоре можно искать всякие разные артефакты И по ним немного узнавать о лоре вселенной и истории персонажей второго плана В целом, сюжет в игре не очень сложный, но за ним интересно наблюдать, открывая прошлое главных героев и помогая им осуществить кровавую месть Если вы наслушались всяких пухликов То у меня есть небольшое замечание Недавно британские ученые установили, что большой процент жира губителен для мозга Жировые клетки проникают в кору головного мозга и плотно устраиваются между извилин, сдавливая нервные окончания В связи с этим у пациентов наблюдаются обширные ботхерты, непоследовательность во взглядах и шизофазические выпады Я не жирный, так что моему мнению можно верить Вердикт 8,5 хоббитов или школьников из 10 Каждому подписавшемуся на мой канал я открою новейшую революционную методику похудения Совершенно бесплатно